Всем привет дорогие друзья, с вами Максим, очередной эпизод видео прохождения GTA 5. Что там нам Лестер пишет? Я подготовил почти все, что нужно для делов палета, осталось только достать военное снаряжение, так что сейчас наша цель конвой. Ой, мисс Лестер, у меня тут есть свои задачи. Для начала давай-ка сниму деньги, там цена на акции уже по-моему перестала, либо совсем скоро перестанет расти, мне тут не втерпешь. Продам все свои имеющиеся активы и потрачу их на такую важную штуку, как тюнинг своей машины. Очень часто я на ней передвигаюсь, самый используемый треверам вид транспорта должен быть затюнинг до предела, чтобы с максимальным комфортом в скорейшем времени доставлял жопу Тревора туда, куда надо. Ремонт стоит 333 баксов, ах ты твою мать, выродок какой, даже скидку мне не сделает владелец того Сантос Кастомс Франклин. 5 косарей, о боже, кажется я втоплю сейчас все деньги в этот автомобиль, дурак. 5 косарей, гоночные тормоза, бампера. Давай поставим стандартные, да не стандартные. Подожди, кенгурятник защищает нашу машину, плюс дает возможность ломать кости всяким выродкам, да. А вместо этого можно поставить какое-то пластиковое говно. Давай все-таки за 500 баксов здесь хоть дополнительный свет будет. Задний бампер ржавый голимый, либо, не, пускай будет пластиковый, чтобы нам стукались в жопу и он трескался моментально. Так что ли? Заглушки на фары, ну это же снизит функционал, что за дебилы такое придумали. Что это, дефлекторы какие-то на капот? А, а, это что, подножки, что такое подножки? Ага, подножка увеличит функционал, да, это очень круто. Пускай будут подножки. Двигатель раскачаем до максимума, ускоряться будем скорее. Крылья. Пластиковые черные крылья, либо карбоновые. Пускай будут карбоновые за косарь, супер. Решетка радиатора, давайте, самую модную, или не самую модную, он за 800 баксов. Капот сейчас сделаем из карбона, отлично. Воздухозаборник, о, бычьи рога, отличная тема, по-моему, отличная. Клаксон не будем ставить, я не любитель попебикать. Ксеноновые фары, увеличивающие функциональность, все-таки освещение-то получше будет. Номера, нет, это нам не нужно. Покрасим машину, или сколько? Я слушаю полицейское радио, и там неприятные какие-то вещи. Подожди-ка, а я не могу избавиться вот от таких вот дырочек и ржавчин на этом автомобиле, так что ли? Это ж не грязь, это действительно ржавчина. То есть, ничего с этим поделать невозможно. Хромированный? Нет, хромированный это слишком пафосно. Давай матовый. Как вот деревенщины? Деревенщины любят на районе матовый черный воткнуть на свои тазы. А я сделаю это немножко по-другому. Что-нибудь классическое. О, о, супер. Зеленый обоссанный цвет. Каркас безопасности, Тревор? Уверен, что он тебе так необходим. А почему бы и нет? Хром с защитой рогами. И тут рога, и там рога. Но если и тут, и там будет немножечко безвкусица. Поэтому пускай будет карбонового цвета. Трансмиссия гоночная. Бязусловно, четыре тысячи. Сколько я уже денег потратил? По-моему, у меня было что-то там 777 тысяч. Уже меньше, чем 500 сейчас будет. Колесики обязательно нужны, огромные диски, чтобы... Ну, конечно, Китай. Не будем на оригинал растрачиваться. Конечно, это будут китайские. Нифига не кованые какие-нибудь литые. На первой же кочке они расколятся. Но до той поры будем перед пацанами, как бы, в выгодном свете себе показывать. Но, естественно, те, кто разбираются, покрутят пальцем у виска. Скажут, что за деградант? Что за дегенерат? Что такое? Не придумай. Все-таки спортивные как-то дерьмово смотрятся. А бездеходные слишком маленькие. Маслкар на внедорожник. Отличное. Я думаю, это отличное решение. Из эксклюзивных тоже ничего мне не нравится. Там по полицейскому радио все с ума сходят. Вот какие-то, знаете, проблемы у меня. Не могу дисочки поставить. Не могу выбрать. Все, готово. Мне надоело, честно. Просто надоело, честно говоря. Модификация колес. Естественно, на них будут надписи. Естественно, они будут пулестойкие, чтобы мне по колесам менты не стреляли парашники, обоссаны. Дым не будем заказной делать. Нет, не будем. Цвет их определенный покрасим. Как насчет черного или белого? Или может быть все-таки розовым выкрасить? Пускай будет темно-коричневый. Темно-коричневый. По-моему, он черный. Пролистаем дальше. Я люблю вообще разноцветное, но это придает какую-то пластмассовость внешнему виду. Полуночно-фиолетовый. О! Шикарно. По-моему, не очень подходит. Стекла. Между прочим, так вот, между нами говоря, по-моему, тут не очень много стекол в этой машине. Все. Тюнинг завершен, чувачки. Тюнинг завершен. Ну что ж, великолепно. У нас много света. Да я из-за полицейского радио нихрена не слышу. Как волну сменить? Пожалуйста. Это было странно. Походу, это вообще не полицейская волна была. Короче, тюнинг завершен. Великолепный внешний вид. По-моему, слишком разные элементы. Ну ладно, сама машина еще норм, но колеса, по-моему, совсем от другой суперкара, как минимум. Но явно внедорожнику это не очень-то подходит. Безвкусица, редкостное дерьмо парашное получилось у меня. Однако, на таком говне Тревор сможет быстрее добираться до нужных ему мест. Мне надоело, честное слово, надоело полицейскую волну слушать. Ну сколько можно? Так, по поводу моих небольших заданий и миссий. Что тут есть? Тут есть конвой. О, так он совсем рядом со мной. Че это? Поехали. Да, будем. Необходимый мне инструментарий. А что там у нас? Что нужно похитить пушки, похитить маски, похитить бронемашину? Уже, честно говоря, не помню. Ладно, на месте разберемся. Игра мне подскажет, в какую сторону двигаться. А двигаться я могу с огромной скоростью на своей новой тюнингованной машине. Охренеть, правда? На таких-то колесах... Ой, вот он конвой. Оборудование не должно быть уничтожено. Оборудование находится вот там вот, да? Ну-ка, парни, давайте-ка вы немножечко стопе сделаете, чтобы я вас смог спокойно расстрелять. Гомосеки. Ага, режим ярости. Все вояки тут вылезли из своих тарантачек, пытаются как-то противостоять безумцу Тревору. Но они-то понимают, что это бесполезные акции. Ну-ка, стой. Автоприцел работает великолепно, прямо шикарно. Постоянно, после каждого обновления ГТА, прицел почему-то сбрасывается в автоматическую позицию. Так, никто не обращает внимания на кучку расстрелянных ублюдков, на кучку расстрелянных вояк. Я могу спокойно поехать. Никем не преследуемый безумец-маньяк Тревор. Доберитесь до метамфетаминовой лаборатории, чтобы поставить там грузовик. Ааа, так а что за оборудование мы везем? Специально, которое поможет нам в следующем деле? Честно говоря, не помнит. Вообще как-то из головы вылетело. Повезло, что конвой почти что рядом с моей метамфетаминовой лабораторией проезжал. С другой стороны может начаться расследование. И кто под подозрение попадает правильно? Вот эти ублюдки, которые в заброшенном здании делают свой лед. Тревор может подставить свою жопу под удар, если будет не слишком аккуратен. Ой-ой-ой, ненавижу грузовики, они все неуправляемые. Ох, Тревор, а как же твоя, собственно, машина? Выходите из грузовика подальше. Все, огонь. Выполнено. Военное оборудование доставлено куда надо. Собирался все-таки на миссию чудаки и незнакомцы, но как-то не фартануло. Ах ты, сука такая. Ты мне не дал по телефону договорить. Пидорас. Пидорас, я сказал. Стой, гондон. Что, действительно он уехал? Он скрылся от меня? Не, походу все-таки попал в голову. Но труп... Труп не контролировал свои конечности и дал газу. Такие дела. То есть нога упала, мертвого человека. Сука. Ой, тихо-тихо-тихо. Ты что тут? Какие-то паркуры делаешь. Демонстрируешь. Представляете, какой говномес. Глиножоп. Любитель мужских потрохушек. Взял и сбил меня. Пока я деловым образом разговаривал по телефону, налаживал, собственно, контакты, обсуждал дальнейший план действий, он взял и сбил меня. Алистеру теперь нельзя перезвонить, то есть восстановить этот разговор никак не получится. Собственно, чем я сейчас занимаюсь? Да пытаюсь машину свою получить. Вот, на этой точке я остановился и начал расстреливать конвой. Не патруль, конвой. Патруль сейчас меня преследует и пытается надрать жопку. Вон, вон тачка отображена на миникарте. Сейчас я вылезу из машины, как это делает Тревор, как он любит это делать всегда. Двери нет, соответственно, и ограничивающих факторов также. То есть прямо головой об асфальт. Вот так вот рекомендую. Наискорейшим образом можно избавиться от головных болей, да и от прочих проблем этой жизни. А у меня все еще есть миссия чудаки и незнакомцы. Вон она. Рядом с моим хэн хаус. Рядом с моим пив-баром. Вот сюда нужно. Тут тату-салон. Не имею ни малейшего понятия, кто и что меня там поджидает. Ну вот к этой точке сейчас я оттараюсь. Четыре километра. Думаю, тут понадобится монтаж. Ух ты, из хэн хаус мне пишут. Эти парни спятили. Они разнесут все заведение. Так, хорошо. Нужно уладить свой бизнес. Но меня, похоже, преследовали бородатый гомосек в кожанке. Так что ли? Ну-ка, пидор. Спокойно. Спокойно. Кажется, это был мистер полицейский. Мне на секунду показалось, что именно он меня преследовал. Ну хер его знает. Если бы это был полицейский, у меня уже звезда розыска появилась бы мгновенно. Но это просто какой-то пидерас. Давайте собьем его. По-моему, отлично поразвлекались. Нужно быстрее, быстрее двигаться в хэн хаус. Там какие-то говноеды пришли и разносят мое заведение. Бронебойный пистолет. Отличный выбор, я думаю. Сейчас с этими там узкоглазые, наверное, какие-то выродки хотят. Отобрать, отжать мой бизнес. Да сколько ж здесь пидорастичных байкеров, не устану их убивать. Два из трех. Страйка не получилось. Но третий, видимо, обоссался и пошел дальше свой урок. Слушайте, долбиться в задницу не стал. Безумца. Сука. Сука, да как такое вообще? Сука, как такое может быть? Просто пилец. Охереть. Это невероятно. Это нахер невероятно. Что за пидорасы? О, из хэн хаус новое задание. Кто-то фотографировал, как наши гости... Да пошли вы все козе в трещину. Кто-то фотографировал, как наши гости нюхают кокс. Нельзя допустить, чтобы эти снимки попали в газеты. Отлично. Одно неудачное задание меняется. Другим неудачным заданием, собственно... Я надеюсь, мне сюда надо двигаться. Да. Вот он мой пив-бар хэн хаус. Выродка каких-то... Хитрожопых... Резких репортеришек. Нужно поставить на место. Засади вам пару пуль в голову. Не, ну честно говоря, я вообще не понимаю, что происходит. То меня давит собственная машина, то меня дает какой-то хиппи в своем фургончике недоделанном. Тревор, твой день сегодня явно не задался. Не ты тут чемпион и победитель по жизни. Нужно резко менять курс действий. Не кажется ли так? Мне кажется. Вот это вот сейчас быстренько выполняю дополнительное задание. А может быть и встречу с незнакомцами, чудаками. И нужно быстро менять персонажа, снимать деньги. Потому что все-таки только Тревор снял. Остальные, возможно, не успеют обогатиться. Но я постараюсь. Не дайте папарацци уйти. Вот это они. Ах, тут... Нет, там на моцике какой-то говнюк, да? Вот. Это был он. Это были двое мудаков. Все? Я... Ты че? Ты че делаешь? Сука, мне показалось, они оба сдохли. Какой ты... Вушлый, быстрый типок. Да сдохни ты, наконец. Мне там сказали, о боже. Я же просил их не убивать, только остановить. Так это был единственный способ остановить. То есть еще и менеджер из Хэнхаус немножечко недоволен действиями Тревора. Да пошел ты в задницу. И я тут директор, я командир и начальник. Так, ладно, сколько можно тут кружиться, пытаясь убежать от полиции? Не знаю, не знаю. Может быть, вон в пенспрей за... Ах, это же не пенспрей. Это же местный вариант. Ой, 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 ой. Там кто-то, кто-то что-то хотел мне сказать, рассказать. Но я проехал. А может, может, все-таки перекрасит меня здесь за бесплатно? Ах. Смотри, реально. Реально. Я даже не ремонтировался, просто заехал и выехал. Все. Звезды розыска ушли. Может, действительно, со временем ушли. А может быть, из-за того, что я заехал в этот местный пенспрей. В эсткост с мазафака костюмс. Все, отправляюсь на миссию чудаки и незнакомцы. Хватит с меня неприятностей на сегодня. Вот Тревор. Хорошо, и даже сюжетную пол-миссию прошел, где нужно было конвой грабануть. Кто-то там обратился ко мне как к козлу. Я думал, что они опортировали тебя. Почему ты не делаешь? Ну, я не. Стоит, что они платили мне немного денег. Это должно быть хорошо. Какой патриот ты. Так, когда они тебя отбирают? Они не могут отбирают меня, дурак. Почему не? Они не могут отбирают меня, дурак. Они не могут отбирают много времени с ними. Да, я много времени с людьми, которые я не любил, хорошо? Это один из моих любимых областей. Северный патриот, человек. Северный патриот. Северный патриот, ты! Ты не хочешь умереть? Ты не боишься, мне. Ты отбираешь мою семью. Ты отбираешь мою грабану. Что? Наши земли не более безопасны. Это не моя причина. Убейте Джо и Джозефа. Ну, это те чуваки, которые якобы за нелегальными иммигрантами, да? Охоту вели. Берем Стеллин. Уброды, сейчас я вас замочу нахрен. Мочим с огромнейшей скоростью. Скоро будем мочить этих выродков. Сука, если сами не сдохнем в автомобильной катастрофе, за которую же и сам Тревор несет ответственность. А ты, что ли, не псих, гребаный ты, мудила? Вот, я уже почти приехал к ним. Наверняка ждут. Ждут меня, либо опять каких-то якобы нелегалов пытаются... Многокультурности, да? Ну-ка, сразу давай режим ярости воткнем. И завалим ублюдка. Ну что, отсосал, пидор? Значит, русского мудака убили. Теперь нужно убить... Американского мудака. И это гонки на тракторах. Супер. Вот это крутотень. Давай-давай-давай. Все. Как-то быстро. Быстро закончилась... Деятельность этих... Дозорных, которые не спят. Все, нахер надо. Какая-то у Тревора черная полоса расправляется с бывшими дружками. Давайте-ка сменим немножечко пластиночку. Выберем... Выберем Майкла. Посмотрим, как дела у нашего холостяка. Может быть, с какими-то телочками, супермодельками тусит? Ведь денег у него в кармане много. Да нет, все деньги в акции вложены. И сейчас их нужно... Перевести на свой счет быстрее. Пока эти самые сраные акции не упали. До сих пор нам въезд в город запрещен, да? Да нет, все верно, все верно. Давай втыкаем интернетик. Интернетик. Втыкаем деньги и услуги. Скорее, скорее, вот. Вот, сука. Че за дерьмо? То есть... А, ну вот, смотри-ка, прямая линия. То есть они уже перестали расти. Все, голд кост можно продавать. И наша прибыль составит дохера. У нас уже почти два лимона в кармане. Вот такие дела. Заняться Майклу нечем? Или есть какая-нибудь интересная миссия? Нет. Т это, Тревор, это сюжетная миссия. Походу, ничего нельзя сделать. А доступ в город все еще закрыт. Можно было бы, знаете, поехать затюнить тачку. О, он с этими пацанами, которые ведут здоровый образ жизни, тусует. А видим, что это мероприятие Майкл-то завершил. В триатлоне-то победил, между прочим, наш старый пердун. Хорошо, посмотрим, как дела идут у Франклина. Он-то тоже должен деньги перечислить к себе на счет, пока они не испарились нахрен. А потом уже вложимся в что-нибудь покруче. Что происходит? Ты смотри. Где-то я это видел уже. На этой же точной миссии Игруля зависла в прошлый раз, помните? То есть преследовал-преследовал выродков, а Игруля зависла. Звоночек Тревору. We're coming up to WH, north of Chewmont. Хорошо, хорошо, the O'Neal brothers are coming to us. Я думаю, что они с ним разобрались. Они с ним один-то танк ракеттошм в вашу лучшую пуч secundу, когда один из ваших парняшину сказал им их у вас уши. Хорошо, если вы на WH, то вы уже начнете через Раттинк. Раттинк, right? Я считаю. Нужно преследовать выродков. Сейчас взорвется. Похоже, мы не дождемся Майкла и Тревора. Придется самим разбираться. Идите к машине. Не, ну хоть какой-нибудь пистолет... Ой, черт возьми. Действительно, только лишь пистолетик остается доставать. А че такое? Почему у нас нет патронов? Ладно, пускай это будет... Дробовик-обрез. Красота. Мы этих сейчас, братья, будем выслеживать, так что ли? Кидать на них буквально бомбы! Какая-то странная атмосфера здесь. Доберитесь до аэродрома. Это вроде похоже на дополнительную миссию, но что-то она слишком длинная, понимаете? Хороший вертолет, тебе хочу сказать. Он там уже написал, что это Тревор Индустрии, да? Направляетесь в лес. Ну, какое-нибудь инфракрасное... Вернее, тепловое... Ну да, тепловое излучение. Почему эти парни, the O'Neills, хотят тебя dead, в любом случае? Возвращение! Контракт для закончения всех контрактов! Серьезно, multinациональное время! Я был так близко! И они это от меня убили! О, подождите! Если они убили твои бизнеса, почему они хотят тебя dead? А-а-а! Что с всеми вопросами? Да, я просто беру мою саду за разницу? Я пришел за путь, не я? Да, но я сенсу твоя сердечка не в него. Я счастлива моя сердечка не в него. На твоей китаре. Всегда с теми, что ты так депрессивный миссия. О, подождите, Тревор. Я извиняюсь, что я человеку, с теми и чувствами, и эмоции. Субтитры сделал DimaTorzok Слышь сейчас! Вот прям рядом с колечком нужно оказаться Это и есть наша цель Оттуда будем пытаться убить Этих братьев Анилов Деревенщины в лесу Вон, я так и знал, тепловизор Нихрена себе здесь целей Мимо Да сука Да это просто Это нереально Ну-ка Похоже, животное Еще одно животное Как же много сраных животных А где же человеческие существа? Нихрена себе Вот такого я не ожидал Следуйте за Чопом Давай, собачка мне поможет Можно выбрать Майкла Можно Чопа А можно Франклина Охерена холодная водица Давай, Чоп, скорее Ну же Пока вертолет не сбили Беги, мальчик Достань мне яйца этого выродка Очень-очень резко Вон он, вон он За камнем сидит Я думаю, собака Сама справится Так, ну-ка Тихо А что ж Чоп не пытался Его даже атаковать Сухо Выберу Тревора Подберите Франклина и Чопа В каньёне Ратан Сделаем Так, так Уже почти приземлился И эта миссия Подходит к концу Жалко, что весь эпизод Проходит ночью А, нет, нет Тут всё-таки были дневные кадры Стой, а собаку А на собаку болт забьём Нет, не забьём Чё за дела, парни Я думал, собака тебя, знаешь, сама Пудик к дому найдёт Не, нифига Тоже залазь, Чоп Скорее Не, ну сколько я ждать-то тебе буду Смотри, я вижу собаку Я вижу справа собаку Красота, да? Какая она мутная Доберитесь до аэродрома О, да, ты можешь дать Родрома Но ты не можешь дать Добавь от этого Коррегатого Металя Дэш Так, как вы Добавь Ну, мы живы Эй, хорошие Добавь Я Я Добавил Спасибо, он Помогает Мне Спасибо, Фрэнклин Да, Кулом И Спасибо, Чоп Эй Добавил 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 Все, милые разговоры Завершились, я так понимаю Как только опустим вертолет Подойдет к концу этот эпизод Эта миссия, соответственно Нужно будет не забыть сохраниться Все-таки прогресс Блин, как-то странно получилось Сколько раз меня здесь убивало Сколько раз переезжало Ну ладно, хоть деньги снял Машину протюнинговал Не сказать, что это особенно удачный и успешный Эпизод видеопрохождения Тем не менее Хоть что-то тут было Ну-ка, тихо-тихо-тихо-тихо А то я так никогда не приземлюсь Давай-давай-давай На нужную точку В машину Спокойно Спокойно Нет, здесь приземлиться нельзя Нужно обязательно На вот этой вот Линии Практически весь эпизод За Тревора Ну что, в принципе Можно этот вертолютик взять Поюзать А в ангар мы То есть заходя в ангар Нельзя, да, выбрать Можно Можно выбрать Маршал Выберите флаг Английский флаг Я выбрал И что теперь? Где он? Охереть, правда? Кто-то спрашивал Как же это делается? Вот, пожалуйста Маршал Можно получить Играя за Тревора В его ангаре Именно эту машину Мы выиграли В этих вот Гонках в пустыне Понятно или нет? То есть эта тачка Здесь теперь Респауниться В его ангаре Для меня это Честно говоря Открытие было Не ожидал Вот прям реально Не ожидал И таких машин Тут можно То есть Бесконечно, да? Ну В чем В чем проблема? Почему она еще раз Не респауниться? Ну, видимо Есть какой-то Таймер Ограничение Либо игра Понимает, что Вон, вон Твой маршал стоит Забирай его То есть Тогда Тачку Просрал Взорвал Или что-то Типа того Но вновь Ее можно получить В ангаре Тревора Для меня Это, честно говоря Открытие Не предполагал Что все Именно так Да еще и флаг Самому выбрать Красота Да и только И теперь На наши Монстр Траки Можно врезаться В другие машины Жалко, что Тюнинговать его По-прежнему нельзя Вот Вот в этих гонках Мы выиграли Он был финальным призом Забавно Это все действительно забавно Обязательно пишите комментарии Ставьте лайки С вами был Максим Всем спасибо за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok